И снова здравствуйте! С наступающим Новым Годом! Жень, о чем тебе запомнился этот год? Этот год мне запомнился поездками и станциями. А тебе? А я стал взрослым. Конечно, с каждым годом мы все становимся взрослее. Да ты не поняла. Я в этом году получил паспорт. Тоже мне удивил. Я на два месяца раньше тебя его получила. А другим ребятам вручение паспортов приврочили ко Дню Конституции. Паспорта получали в форпосте. Первый раз получаешь паспорт – это какая-то радость в каком-то смысле. Ну, ответственность уже появляется. У меня 14 лет уже, своя роспись есть. Так что теперь я ответственный, совершеннолетний. Я чувствую, что уже повзрослел, уже наступает какая-то ответственность. То есть, как бы, 14 лет такой возраст, что, ну, получаю паспорт. Традиционно присутствовали гости – родители, ветераны и депутаты. Хочется им пожелать всяческих успехов. И хочется пожелать, чтобы они росли честными, были честными гражданами нашей Родины. И всегда помнили, что он гражданин, достойный гражданин России. Знаешь, раньше паспорта в 16 лет получали. Ну, когда это там было? Главное – никогда. А то, что взрослые здесь события, помнят до сих пор. Это было очень значимо для нас, потому что, конечно, прямо вроде распирала гордость, что у нас уже есть документ. Как-то свидетельство о рождении, оно есть, но оно не так ценно для человека, наверное, как на самом деле вот этот паспорт. Документ, он требует именно ответственного такого отношения и чувства гордости и уважения за самого себя, что я гражданин Российской Федерации, гражданин великой страны. Вот это вот чувство они должны принести всегда по жизни с собой. Для некоторых из них паспорт стал подарком к Новому году. А для тебя, Жень, какой самый лучший подарок? Ну, если не считать самых модных гаджетов, то это, конечно же, подарок, сделанный своими руками. Это ты про тот мастер-класс, который пришел в седьмой школе? Да, конечно. Именно про него. Забавный Винни-Пух на пружине, яркий шнурок, солнышко и облачко на липучках, дерево с плодами-пуговицами. Все это странички оригинальной книжки, сделанной своими руками. Ее изготовила Арина Мусихина вместе с мамой и младшей сестренкой. Мы с мамой сделали эту книжку для детей младшего возраста, чтобы у них развивалась моторика рук, и чтобы была большая фантазия, чтобы в будущем они тоже могли сделать такие красивые подделки. Эти и другие подделки учатся делать в субботнем университете. Он организован в седьмой школе. Это оригинальные мастер-классы. Их проводят родители учеников для преподавателей и школьников. Сегодня пришли родители, которые могут донести до своих классов, именно что можно сотрудничать, работать, создавать что-то вместе с учителями. Это очень здорово, когда мы выходим из рамок школы и становимся одной большой семьей. Это здорово. Во-первых, мы вспомнили детство и очень хорошо провели время. Сегодняшний преподаватель Светлана Гвоздик, мама четверокласски Саши. Они показывают и рассказывают, как быстро и легко можно изготовить оригинальный подарок к предстоящему празднику. Я думаю, что данная поделка у всех получится. Она очень проста, удобна и красива. Мне самой нравится такое занятие, но нет возможности и времени свободного, чтобы сделать такую поделку. Из пустого контейнера конфеты-мешуры должны получиться часы. Если подключить фантазию, то часы легко превратятся в оригинальную вазу для конфет. Такие поделки – это творчество такое. Мне очень нравится, как мама, она просто сидит, она придумывает, ей приходит какая-то мысль, и мы с ней начинаем делать. Такие уроки уже стали доброй традицией у учеников начальной школы. Впереди еще много встреч, на которых родители вместе с учителями и детьми научатся делать много оригинальных сувениров. Жень, а ты веришь, что под Новый год может произойти что-то необычное? Конечно. А с тобой случались чудеса? Например, в третьем классе. Наш учитель сказал написать письмо Деду Морозу и закопать его в сугроб. Помню, помню. Еще вместо него должны были киндеры лежать. Ну и что было дальше? Потом я раскопал тот сугроб, и там действительно лежали киндеры. Да, это действительно круто. Интересно, а наши сверстники верят в Деда Мороза и в чудеса? Я очень сильно верю в Деда Мороза, и я однажды ему написала письмо, что хочу котенка, и на следующий день мне котенка подарили. Да, я верю в Деда Мороза и в чудеса тоже верю. Мне кажется, что они существуют и бывают. Чудеса, я думаю, что есть, потому что многие люди верят в них. А что касается Деда Мороза, то я верю. Ну, не знаю, не могу объяснить, но это все-таки детская мечта, и я думаю, дети другие тоже верят. Я отчасти верю в Деда Мороза. Думаю, это больше праздник для детей, и мне он очень нравится, а чудес больно не случалось. У меня некоторые желания не сбываются, а некоторые забывались. Ну, я верю в Деда Мороза. Раз, вот, когда я пришла вот домой с гостем, вот, смотрю, пакетка, что-то лежит, белый пакет, думаю, простой пакет, такая смотрю, а там вдруг лежит подарок, который я хотела. Я очень-очень хотела себе новый телефон, но родителям не сказала, и вдруг у меня появился он. Мне было пять лет, я сидела в зале, и рядом с залом был балкон. В такой момент был балкон, мандарины стали лететь. На балконе вообще не было никого, просто мандарины в балкон, и все. Я удивилась, обрадовалась, что Дед Мороз существует. На Новый год я хотел себе машину на пути, утром встал, а под елку уже оказалась эта машинка. Когда я приготовила печенюшки с молоком, Дед Мороз пришел и съел их. Чем планируешь заниматься на каникулах? Ну, сначала я хорошо отмечу Новый год, а потом думала сходить посмотреть кино. О, кстати, советую бы смотреть «Щелкунчик», он как раз на новогоднюю тематику. А о чем он? Об этом тебе расскажет Аня Баяндина. Здравствуйте! В эфире рубрика «Сиди прокат». Сегодня ее проведу я, Анна Баяндина. Чем заняться на новогодних каникулах? Наверняка вы уже решили, как проведете эти дни. А я хочу порекомендовать вам посмотреть новогоднюю сказку «Щелкунчик», экранизированную в формате 3D Андреем Кончаловским. Режиссер долго вынашивал идею фильма, и в результате старый сюжет получился современным. Съемки проходили в Будапеште. Очень порадовал актер Чарли Роу, сыгравший «Щелкунчика». Повеселил дядюшка Альберт, у которого все относительно. Оригинальные крысобайки, костюмы, летательные аппараты, сама сцена с огромной елкой и танцев снежных фей. И, конечно, крысиным городом. В «Щелкунчике» крысы выступают в образе немецких захватчиков, которые разрушают детские миры игрушки. Крысиный король удался, и даже озвучивавший его Филипп Киркоров пришелся к стати, а королеву мать изящно озвучила Алла Пугачева. Макс! Смотри, что ты натворил! Я ничего не делал! Он не виноват, я же сказала, это крылья! Это всего лишь дурацкая игрушка! Бойся, нет! Крысиный король боится солнца. У него есть целая фабрика дыма. Там ждут все, даже детские игрушки. Ты превратил принца в деревяшку. Но все равно останешься для нас всего лишь помойной крысой. Ты хочешь, а крысит мир? Или нет? Салва! Ааа! Что происходит? Как они пронюхали? В итоге фильм получился достойным. Благодаря изобилию сценарных задумок, фильм смотрится, как красивая новогодняя сказка. Рекомендую вам его посмотреть. Желаю приятного просмотра и с наступающим Новым Годом! Женя, а ты обычно кого с Новым Годом поздравляешь? Ну, странный вопрос, конечно же, всех. Одноклассников, друзей, родных и близких. Ну, по крайней мере, стараюсь никого не упустить. Так давай же ребятам дадим возможность поздравить всех с Новым Годом! Давай, смотрим рубрику «Читаем письма». Сегодня она пройдет не совсем в обычном формате. Всем привет! С вами рубрика «Читаем письма» и я, ее ведущая, Валерия Садыкова. Ваших посланий практически нет. В почтовых ящиках, которые находятся в первой и третьей школах, мы нашли только два письма. Сейчас я вам их зачитаю. Здравствуй, дорогой подсолнух! Пишет Женя. Фамилию свою я вам не скажу, так как хочется признаться, мне очень нравится одна девушка. Ее зовут Диана. Передайте, пожалуйста, ей привет и поздравления с наступающим Новым Годом. Так что, Диана, тебе привет от Жени. Читаем дальше. Здравствуйте, меня зовут Маша, я учусь в третьей школе. Хочу через вас передать привет всему городу Губкинскому, а также поздравить с наступающим Новым Годом. Спасибо, Маша, мы с удовольствием присоединяемся к твоему поздравлению. На этом ваши послания закончились. Очень жаль, что так мало пишете, ведь, по-моему, очень приятно услышать привет в нашем эфире. Но мы не расстраиваемся и дадим возможность всем желающим поздравить своих родных и знакомых с наступающим Новым Годом. Я хочу пожелать всем радости, здоровья, чтобы им Новый Год не навредил. Я желаю всем счастья, здоровья, чтобы все могли праздновать Новый Год, потому что это праздник для детей всегда, потому что дети могут загадывать желания. Я желаю всем счастья, здоровья, любви, чтобы они хорошо отпраздновали Новый Год. Желаю вам удачного праздника, чтобы этот Новый Год был у вас тоже хороший, чтобы были хорошие подарки. Поздравляю вас с Новым Годом, желаю вам, чтобы вы провели этот Новый Год очень хорошо. Я поздравляю всех с Новым Годом и желаю счастья, здоровья, чтобы никто не болел. Счастливого Нового Года, чтобы выживались все мечты, чтобы вы были здоровыми все. Я бы хотел пожелать, чтобы у всех людей исполнилось желание, чтобы Дед Мороз приносил те подарки, такие они хотели. Я бы хотел пожелать всем счастливого Рождества и чтобы все были счастливы. Я с удовольствием присоединяюсь ко всем поздравлениям и хочу пожелать вам в Новом Году счастья, радости. Пусть рядом с вами будут всегда верные и преданные друзья, а удача сопутствует во всех начинаниях. С Новым Годом! Какие классные поздравления! И мы ко всем к ним присоединяемся и желаем всем удачи в Новом Году и пусть все ваши мечты сбудутся. А нам пора идти и готовиться к празднику. Увидимся в следующем году. Почему не в следующую пятницу? Да потому что мы для вас приготовили сюрприз. Не пропустите! И верьте, чудеса сбываются! С наступающим Новым Годом! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон!